здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сегодня мы будем проводить мульчирование своих насаждений помидоров агроволокном друзья в одном из своих прошлых видео я рассказывал как можно замульчировать любые растения подсушенной скошенной травкой были комментарии от зрителей о том что делали так но затем семена с этой подсушенной травки просыпались и вырастали новые сорняки то есть своими руками получалось что мы разводим сорняки между культурных растений я тогда не акцентировал внимание на том что трава которая мы производим мульчирование должна быть молодой она не должна успеть заколоситься как следствие образовать семена иначе действительно так и произойдет что вместо одних сорняков мы занесем на свой участок другие сорняки только лишь мульчирование молодой подсушенной травкой но не всегда есть возможность где-то эту травку в нужных количествах раздобыть разными способами мы своей практике проводили мульчирование и хвойным опадом и травой мульчировали и даже опилками в некоторых случаях некоторые растения мульчировали но сегодня мы будем проводить мульчирование агроволокном нам это даст во-первых защиту от сорняков излишнее испарение влаги будет предотвращено рыхлить не нужно будет потому что не будет уплотняться ну мы пользуемся капельным орошением на самом деле это все сделать легко и просто необходимо потратить немножко средств на приобретение агроволокна и немножко своего времени но поверьте это время которое мы потратим сегодня оно окупится у нас старицей плотность агроволокна которые мы будем использовать 50 60 грамм на квадратный метр то есть это должно быть довольно таки плотное агроволокно друзья прежде всего нарезаем полосками по ширине междурядия смотрите у нас всегда схема высадки такая что междурядия равняется ширине между балками то есть каждый ряд будь то томаты будь то огурцы высаживается под балкой неизменная величина междурядия таким образом мы сможем этим агроволокном пользоваться много лет весной когда высадили растения провели мульчирование после того как убираем культуру из теплицы в данном случае томаты это агроволокно аккуратненько тоже собираем и свободно можем использовать его на протяжении двух трех четырех или даже пяти сезонов один раз потратившись мы можем действительно надолго защитить себя от таких проблем как излишнее испарение влаги и сорняки нарезанную полосу затем раскладываем по ряду если бы мы мульчировали до высадки тогда можно было бы расстелить этот рукав не разрезая и проделав дырочки уже производить высадку но так как мы это делаем все попозже то приходится именно пользоваться такими полосами но с другой стороны это и удобнее так как будет удобнее потом собирать друзья расстилаем аккуратненько полосу по междурядью поправляем все листочки которые внизу у нас на растений чтобы не было никаких у нас пробелов между агроволокном то есть растение должно как бы быть как раз между полосками соседних рядов вот как в этом случае здесь сорняки уже практически не пробьются расстилаем соединяя их между собою обычными проволочными шпильками которые я нарезал затем мы сгибаем и вот этими шпильками просто фиксируем чтобы ветром не подорвалась не собралась это все крепление надежная принципе сезон свободно стоит не разрывается не агроволокно потому что шпильки плотно его держат ну и потом собрать эти шпильки тоже не составит труда для того чтобы использовать следующем сезоне буквально за час мы застелили больше ста растений агроволокном работу выполняли вдвоем очень скоро мы будем проводить третью важную подкормку нашим томатом две из них мы уже проводили я показывал на канале что мы делали с растениями сейчас вы хотя бы мельком но могли видеть как себя чувствует чувствует себя неплохо но третью подкормку очень важно будет провести поэтому предлагаю вам не пропустить видео с подкормкой 3 друзья а на этом я свое рекламное видео заканчиваю это видео было рекламным я рекламировал в нем легкий способ облегчения своих забот по уходу за растениями друзья если вы сделаете мульчирование будь то агроволокно будь то хвойный опад будь то подсушенная травка вы существенно сэкономите свои силы и в жаркие дни вместо того чтобы стяпка здесь ходить по между ряди пропалывать либо лишний раз поливать потому что все испарилась очень быстро вы будете сидеть и отдыхать в холодке где-нибудь спасибо за внимание надеюсь это видео для вас было интересным и полезным если это так ставьте пожалуйста лайки всего вам доброго до свидания до новых встреч друзья заходите к нам на instagram на канал куда я выкладываю фотографии с описаниями многое не входит в наши видео нет возможности показывать отдельно по каким-то растениям поэтому красивые фотографии стараюсь сделать краткое описание ну и конечно же продолжаем общение в том числе и в инстаграме до свидания до новых встреч